Доброе утро, Израиль! Мы продолжаем наш утренний эфир. Пришла пора поговорить о прекрасном. У нас в гостях Ирина Мурашковская, косметолог, консультант компании HL. Доброе утро, Ирина! Доброе утро! Поговорим сегодня о пилинге. И вот первый вопрос, зачем нам вообще нужен этот пилинг? Окей, я расскажу с удовольствием. Для начала давайте поймем, какая цель у нас, да? И что такое пилинг? Да, выглядит у нас цель хорошо, шикарно, иметь красивую, здоровую, блестящую кожу, да? Для этого нужно что-то делать. И какие-то манипуляции. Значит, пилинги – это один из видов, один из инструментов, которые нас приведут к нашей цели. Есть много видов разных, мы не будем сейчас рассказывать о каждом. Окей, я хочу поговорить о кислотном пилинге. Это тот пилинг, который я очень люблю. Использую его сама. Рекомендую своим клиентам. Естественно, всегда, всегда, всегда он мой друг и товарищ. Конечно, особенно зимний период. Сейчас наступает зима. Что делать в пилинг? Нужно понимать, что у нас есть, я в двух словах просто скажу, что у нас есть эпидермис и дермис. Два слоя. Верхний, он состоит практически из мертвых клеток, которые нам нужно убрать. Красиво, аккуратно убрать. И дать возможность новым клеткам выйти на поверхность и выгладить нам эту кожу. Мы не хотим их сжигать, мы не хотим их уничтожать, мы ничего не хотим. Мы хотим просто их красиво убрать. Значит, кислотный пилинг, да, попросить их удалиться. Не травмируя при этом кожу. Да, значит, кислотный пилинг нам что делать? Он разъедает клей, которым они склеены. То есть наша кожа, она сама выделяет клей. И мертвые клетки им держатся на этом клее. Значит, просто клей разъедается, клетки сами уходят красиво. Они отработали свое, они умерли, ушли. Новые клетки вышли на поверхность. Все, мы получаем моментальный эффект. Это одноразовый эффект. Теперь, если мы хотим что-то более длительное, эффекта, значит, мы делаем процедуры в комплексе. Обязательно. В клинике любой специалист обязательно создаст программу для своего клиента. Окей, процедура обычно делается 5-6 подходов с разницей раз в неделю. Для чего нам это нужно? Когда мы делаем несколько подходов, естественно, мы снимаем верхний слой, да, и у нас кожа истончается чуть-чуть. То есть получается, к примеру, если она была 2 мм, она стала 1,8. Мы включаем механизм защиты, механизм компенсации. И тогда наш дермис, вот эта средняя прослойка, начинает понимать, что что-то происходит. Ее снимают, ее истончают, и нужно компенсировать. И она дает нам дополнительный объем. И мы получаем уже не 1,8, не 2, как было, а 3 мм. Получаем объем. И, естественно, мелкие морщины, которые были, они разглаживаются полностью. Глубокие морщины становятся менее заметными. Мы возвращаем к себе объем, который когда-то потеряли. И мы через полтора месяца видим эффект. То есть это 2 действия пилинга. Можно ли сделать что-то в домашних условиях или обязательно обращаться к специалисту? В домашних условиях можно, конечно. Но только специалист подберет, что именно делать дома. Есть пилинги, сегодня технологии очень развиты. Не нужно мучиться, не нужно брать кофе, солью, намазывать, разжать, травмировать кожу, наносить микротравмы какие-то. Зачем так поступать с нашим лицом? Это не нужно абсолютно. Сегодня настолько технологии развиты. И настолько все доступно любой женщине. То есть, что просто не нужно этого делать. Не нужно издеваться над собой. Нужно просто обратиться к специалисту, взять то, что нужно. И да, раз в неделю после комплекса, процедуры обязательно для поддерживающей эффекта. Это прекрасно. Можно ли сказать, что сейчас пилинги щадящие? Потому что я помню вот время, когда очень кожа травмировалась после них. Есть разные пилинги. Есть пилинги, например, химические. То, что делают врачи, мы туда не заходим. Это когда сжигается весь эпидермис до ожога, нам это не надо. Но это при каких-то особых показателях? Да, конечно. Это когда кожа уже очень уставшая, много морщин. Это уже возраст 50+. В общем, это совсем другое. Это врачебная сторона. А кислотные пилинги, они не травмируют кожу. Они не сжигают клетки, они не трогают их. Они действуют только на клей. Все. А всем не подходят пилинги? Всем подходят пилинги. Мужчинам тоже. Вот я это был второй вопрос. Да, на мужчин, кстати, можно сэкономить. Можно обработать только верхнюю часть. Потому что нижняя, она и так проходит пилинг каждый день с бритвой. А, ну и потом можно отрастить с бородом, просто чтобы не видно было. Мужчины, кстати, в последнее время очень-очень-очень заботятся о своем внешнем виде. Это очень радует, на самом деле, да. Здорово. Спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Доброго и красивого дня. Спасибо вам большое. Ну а сейчас мы продолжим с темой о здоровье. Я предлагаю нашим телезрителям заняться зарядкой вместе с Юлией Глузкиной.